Буквально пару часов назад стало известно, что Министерство образования и науки Архангельской области одобрило заявку Северодвинска на участие в программе «Доступная среда» в 2017 году. 3,5 миллиона рублей пойдут на развитие детского сада «Зеленый огонек» и «Дю США-2». Руководители муниципальных предприятий и акционерных обществ отчитались перед мэром Северодвинска по итогам 2016 года. Особое внимание Михаил Гмырин уделил комбинату школьного питания и аптечной сети здоровья. Эти организации выполняют важную социальную функцию. Руководители поделились и планами на 2017 год. Приобрести продукцию кондитерского цеха комбината школьного питания можно будет в местных торговых сетях. С ними КШП уже заключил договоры. С 1 февраля мы начинаем отгружать продукцию. Плюс у нас работает дюц. Мы отошли от формы буфета, сделали небольшую столовую, поставили небольшую раздачу и полноценное питание. Как доложила руководитель, в коллективе КШП нет текучки кадров, как и серьезных жалоб на качество пищи. Меню, одобренное Роспотребнадзором, сеть муниципальных аптек здоровья в 2016 предоставила скида к населению на 8 миллионов 600 тысяч рублей. Предприятие ведет гибкую дисконтную политику и изготовлены специальные карты здоровья. Они предоставляют скидку 6% на жизненно важные лекарственные средства и 20% на остальной ассортимент. Раздать карты планируют бюджетникам Северодвинска. Если такая возможность есть и, может быть, ветеранским организациям, встречу тоже надо провести. Потому что наша аптечная сеть, она в первую очередь должна работать на тех, у кого небольшой доход, кто на сегодняшний день работает в бюджетной сфере. Руководители муниципальных организаций поделились и своими проблемами. Сложности вызывает работа в рамках 44-го федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Работать по 44-му закону очень сложно. Почему? Потому что лишаемся возможности таких моментов, как ежедневная закупка, гибкое ценообразование, оперативное реагирование на возникающий спрос. За ответственность закупка осуществляться должна быть только по международным. Значит, это сужение ассортимента резкое. Одно мы можем только самое дешевое взять. Михаил Гмырин поручил своему заместителю по финансово-экономическим вопросам дать предложение по работе предприятий, чтобы избежать, в частности, срывов поставки продукции. В целом предприятия работают стабильно, своевременно выплачивают заработную плату и перечисляют налоги.